Знакомьтесь, это Михаил Дёмшин, автор табличек с QR-кодами. Он приехал из Харькова. Говорит, любит путешествовать. Однажды молодой человек словил себя на мысли, что ничего не знает о многих достопримечательностях тех стран, в которых побывал. А вот узнать хотелось бы. Четыре года назад, когда я катался по Европе автостопом, я понял, что мне не хватает двух вещей. Во-первых, это подтвержденная информация. То есть в интернете на самом деле много всего. И понять, что хорошее, а что плохое, чему верить можно, а чему нет, это вопрос. И второе, это информация на твоём родном языке. Так Михаил придумал этот проект со специальными табличками. Эти датчики помогут через приложение мобильного телефона считывать всю информацию о достопримечательности. Организаторы говорят, теперь туристы будут оперативнее узнавать информацию об одесских памятниках архитектуры. Все четыре года таблички он усовершенствовал. Первую установил дома, в Харькове. Она появилась в августе возле одной из главных достопримечательностей – зеркальной струи. Теперь молодой человек отправился в Одессу. Я на самом деле очень часто бываю в Одессе, наверное, раз в месяц в последнее время. Ну и каждый раз хотелось бы, знаете, как внести свою лепту в развитие Одессы. Табличка сделана из ПВХ-пластика формата А2. Стоит на креплении из железа. Пользоваться ею просто. При помощи интернета и приложений для распознавания штрих-кодов. Вы его нажимаете, появляется приложение камеры, наводите на сам QR-код. И вам сразу же показывается ссылка, которая здесь вложена. Вы нажимаете «Ок». Вам в окне браузера открывается выбор языка. Вы выбираете язык, на котором вам удобно читать. Условно это украинский. Затем пользователь получает всю информацию о памятнике. Его описание, фотографии, как добраться до достопримечательностей и так далее. Но табличка оборудована не только QR-кодом. Есть NFC-модуль. Это маленький чип на телефоне на всех андроидах и на новых айфонах. Есть этот NFC-модуль. Вы подносите телефон и без соединения с интернетом вам сразу прилетает вся информация. И третий – это геодатчик, с помощью которого мы считаем людей. Он не показывается, вы там о нем даже не узнаете. Просто это как фидбэк информации, сколько там было людей. В Одессе проект Михаила Демшина поддерживают общественные организации «Мой город» и фонд развития города Одесса. Следующую табличку планируют установить возле оперного театра. Марьям Альхасанали, Игорь Казанжи, 7 канал.